Обзац Обзац О книгах и писателях Всем привет! Я Олег Булдаков и сегодня я расскажу о знаменитых ошибках известных писателей. Даже у великих случаются ошибки и порой весьма досадные. Если бесконечно редактировать текст, как Лев Толстой, или гоняться за гонорарами, как Дюма или Достоевский, ляпов не избежать. Поэтому помните, классика не безгрешна, а убедиться в этом вам помогут наши примеры. Романы Александра Дюма-старшего богаты на события. Буквально с первых страниц герои участвуют в дуэлях, плетут заговоры или уезжают в дальние страны. Увлеченный описаниями всех невероятных происшествий, а также мыслями о хорошеньком гонораре, который он получит за очередной толстый роман, автор «Трех мушкетеров» и «Графа Монте-Кристо» порой забывал о таких мелочах, как внешний вид героев. Так Констанция сначала предстает перед читателями, как очаровательная женщина лет 25 или 26 темноволосая. Однако в глазах Миледи она становится героиней с белокурыми волосами и нежным цветом лица. Для справки, действие романа происходит в 17 веке, а пероксид водорода появился только в 1867 году. Как и Дюма, Лев Толстой тоже не очень-то заботился о возрасте своих героев. Так в «Войне и мире» мы впервые встречаемся с Наташей Ростовой в 1805 году. В комнату вбежала 13-летняя девочка, запахнув что-то кисейной юбкою. Тогда же мы узнаем и о возрасте старшей сестры Наташи Веры. Девушке было 17. Однако уже к декабрю 1806 года она умудрилась повзрослеть на 3 года и стала 20-летней красивой девицей. А к 1809 году разница между сестрами увеличилась вдвое. В то время как Наташа почему-то оказалась 16, Вера превратилась в 24-летнюю светскую львицу, которая выезжала везде и, несмотря на то, что она, несомненно, была хороша и рассудительна, до сих пор никто никогда ей не сделал предложение. Но возраст возрастом, ведь Дюма и Толстой все-таки не математики, и им можно простить эти ляпы. Гораздо хуже, когда писатели вообще забывают о героях. Так у Михаила Булгакова в сцене последнего полета исчезла ведьма Гелла. Однако, была ли это ошибка писателя или сознательный ход, сказать трудно. В черновой версии «Мастера и Маргариты» Гелла улетала вместе с остальными членами свиты. Вполне возможно, Булгаков сознательно исключил ее из этого списка в том варианте, который стал итоговым на момент смерти писателя. Во-первых, одна ведьма в свите уже была, это Маргарита. А во-вторых, Гелла выполняла вспомогательные функции, и Воланд мог просто оставить ее на земле. Федор Достоевский стал самой настоящей жертвой коммерции. Издатели не давали ему времени хорошенько отредактировать свои романы, и поэтому концовки по сравнению со всем остальным действием часто у него получались смазанными и вялыми. Но одно дело финал и отношение к нему читателей, которое зависит от вкуса и литературного опыта, а другое – самые настоящие ошибки. Наиболее известный и тиражируемый из них стал круглый стол овальной формы, оказавшийся в доме старухи-проценщицы в преступлении и наказании. Еще одним забавным ляпом оказалась путаница с детьми Катерины Ивановны Мармеладовой. Дело в том, что Поля, Коля и Лида в начале романа по ходу повествования превращаются в Полю, Колю и Леню в конце. Возраст Эркюля Пуаро – одна из самых странных вещей в творчестве Агаты Кристи. Уже в первом романе «Загадочное происшествие в Стайлзе» он описан как довольно пожилой человек, однако после этого прожил еще несколько десятков лет. Так что формально в 1975 году, когда заканчивается действие последней книги о Пуаро, герой прожил больше века. Такая нестыковка объясняется довольно просто. В «Загадочном происшествии» Агата Кристи не могла оценить, насколько популярным станет этот персонаж у читателей. Частенько ляпы появляются не только в романах, но и в произведениях поменьше. Так в повесть Александра Куприна залетел странный голубь. Об этом вспоминала вдова писателя. Зимой 1906 года, когда поединок вышел уже четвертым или пятым изданием, к нам зашел Корнеичуковский. «С каких же это пор голуби стали зубастыми?» – весело спросил он Александра Ивановича. «Не понимаю», – пожал плечами Куприн. «Однако голубь ваш несет письмо госпоже Петерсон в зубах». «Не может быть!» – рассмеялся Александр Иванович. «Вы нарочно, Корнея Иванович, это придумали», – сказала я. «Давайте книгу проверим». Я принесла книгу, и оказалось, что Чуковский прав. Разумеется, в последующих изданиях эта досадная ошибка была исправлена. На этом все. Читайте хорошие книги. Книги – это двери, что выводят тебя из четырех стен. С ними ты проживаешь другие жизни, а свою умножаешь в тысячу раз. Тысячу раз. Тысячу раз.